Здравия, Роми! Многие в комментариях спрашивают меня, как понять природу врага, как понять свою природу, с чего начать. Многие просят показать какие-то техники, рассказать психологические методики, как начать совершенствоваться. Многие просят обучить тому, что умею я, и рассказать, как прийти к такому же и так далее и тому подобное. Ну, 7 бед, 11 бед. С чего начать? Начинай вот с этого. Объясню. Не нужно пить все море, чтобы понять, что оно соленое. Не нужно перепробовать изучить все деревья в лесу, чтобы понять, что ты в лесу, что ты заблудился. Поэтому все элементарно, как был из Шелек Холмс. Есть дедукция, есть индукция. На самом деле, есть хороший прием абстракции, он позволяет развивать сознание. И сознание – это единственное оружие воина. На самом деле, железки можно сделать. Оружие мы сами, поймите. Единственное оружие воин – это ты сам. Это, прежде всего, инструмент. Можно писать. Можно убивать. Можно отапливать дом. Можно обогатиться, в конце концов, товар. Можно сделать алмаз из графита. Можно понять его сущность. И если буквально погрузить свое сознание в этот карандаш, не только остановится внутренний диалог и придет понимание, но и придет понимание всех карандашей. Поняв один карандаш, поймешь все. Поэтому на вопрос, с чего начать, начинай вот с этого. Ты поймешь, какие они бывают. Химические, графитовые, прочие. Разные твердости, из разного материала, разных цветов, с разными наконечниками, с пластиком, с какими целями. Ты можешь понять, что из этого можно построить, как это можно использовать. Ты можешь понять, для чего это. Когда началось и когда закончится. Начало и конец карандаша. Поняв один, поймешь все. Это будет некое состояние потока, скажем так. В этом состоянии потока понимания карандаша, можно понимать кулинарию, творить. Можно изучать иностранные языки. Тоже поток английского языка буквально. Ты в потоке, ты в нем. И слова приходят сами. Начинаешь уже думать на этом языке. Точнее, даже не думать. Просто говорить. Это мысли, образы на этом языке. Что еще? Пойми, Вуин, что все на самом деле фигня, кроме пчел. И это может быть как врагом, так и другом. На самом деле, как в советском мультике. А в советское время школьников учили не ольгологии, психологии. Но и с детства обучали правильным вещам. Цельному пониманию вещей. Как в одном хорошем мультике сказано. Палку везде можно найти. А выручалка? Вот. Ты поймешь, что карандаш – это всего лишь палка. И ты поймешь, что для тебя будет выручалкой на самом деле. Посмотрите хороший мультик. И посмотрите, как мыслит мудрый ежик. Сейчас детей учат совершенно противоположному. Не пониманию сути вещей. А некоему набору фактов. То есть не вычленению чего-то общего, а наоборот разъединению. Такое вот клиповое мышление, мышление врага, но имитация мышления врага, набору оперирования. Просто фактов без оперирования с ними. Жертва ИГР. Просто выбрать готовый вариант без понимания сути происходящего. Так вот, пойми суть. На самом деле тренируйся. Единственное твое оружие, воин, это война информационная. Без понимания вот этой сути информационной, без понимания навыков работы с сутью информации, когда ты, поняв условно явление, поняв ролик буквально, поняв книгу, то есть придел в магазине, в книжной, ты можешь просто-напросто мысленно как бы коснуться книги, понять суть. И ты знаешь уже, стоит ли ее покупать, читать и так далее. Вот этот навык довольно легко вырабатывается, если ты поймешь одну карандаш. И тогда ты поймешь, что на самом деле единственное оружие, вот тут, вручалка, вот, как говорил в мультике, хороший персонаж. А тренировать свое единственное оружие надо, потому что война информационная и скоро контрнаступление. Так что будь со мной, воин, и тренируйся. Добра.